С вами снова я, Ольга Джералл и Amazing Russian. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем говорить о причастиях. Это мы уже знаем. Причастие – это мальчик, который читает книгу. Который читает. Это мальчик, читающий книгу. Читающий. Который читает или читающий. Читающий – это причастие. Грамматический субъект активен. Мальчик сейчас читает. Читающий мальчик. Причастие можно узнать легко. У них суффикс –щ. Читающий, слушающая, лежащая, изучающая, занимающаяся. Сегодня мы говорим о причастиях прошедшего времени. Это мальчик, который читал книгу. Который читал. То же самое можно сказать по-другому. Это мальчик, читавший книгу. Читавший. Это девушка, которая слушала музыку. Которая слушала. Эта девушка, слушавшая музыку. Слушавшая. Чье это письмо, которое лежало на столе? Которая лежала. Чье это письмо, лежавшая на столе? Лежавшая. Студенты, которые изучали русский язык, очень умные. Которые изучали. Студенты, изучавшие русский язык, очень умные. Изучавшие. Это студенты, которые занимались в библиотеке. Которые занимались. Это студенты, занимавшиеся в библиотеке. Занимавшиеся. Читавший. Слушавшая. Лежавшая. Изучавшие. Занимавшиеся. Это действительные причастия прошедшего времени или past active participles. Давайте посмотрим, как образовать причастие. Первая группа. Инфинитив. Читать. Нам нужна форма прошедшего времени мужского рода. Если в этой форме есть л, мы удаляем л и прибавляем суффикс в ш и окончание. Читавший. Слушать. Прошедшее время. Слушал. Удаляем л. Прибавляем суффикс в ш и окончание. Слушавшая. Лежать. Прошедшее время. Лежал. Прошедшее время. Изучал. Удаляем л. Суффикс в ш и окончание. И частицу ся. Занимавшиеся. Занимавшиеся. Прошедшее время. Занимался. Удаляем л и частицу ся, потому что это возвратный глагол. Прибавляем суффикс в ш и окончание. И частицу ся. Занимавшиеся. Вторая группа. Помочь. Если в прошедшем времени нет буквы л, помог, здесь нет л, тогда мы прибавляем суффикс ш плюс окончание. Помогший. Вырасти. Вырос. Вырос. Выросший. Умереть. Умер. Умерший. Исключение. Исчезнуть. Исчез. Исчезнувший. Идти. В прошедшем времени. Шёл. Шед. Суффикс ш и окончание. Шедший. Пройти. Прошёл. Прошедший. Уйти. Ушёл. Ушедший. Зайти. Зашёл. Зашедший. Найти. Нашёл. Нашедший. Если глагол в инфинитиве имеет окончание сти, вести, перевести, расцвести, то прошедшее время вёл, перевёл, расцвёл. Эти глаголы образуют причастие от основы настоящего и будущего времени. Я веду и причастие Ведший. Переведу. Переведший. Расцвету. Расцветший. Причастия могут быть от глаголов НСВ и СВ. Читать НСВ глагол. Причастие. Читавший. Прочитать СВ глагол. Причастие. Прочитавший. Говорить. Говоривший. Сказать. Сказавший. Причастие в названиях фильмов и книг. Живший когда-то. От глагола ЖИТЬ. Прошедшее время ЖИЛ. Суффикс ВШ и окончание И. ЖИВШИЙ. Тот, кто жил. ВЫЖИВШИЙ. От глагола ВЫЖИТЬ. Прошедшее время ВЫЖИЛ. Суффикс ВШ и окончание И. ВЫЖИВШИЙ. Тот, кто выжил. Человек УСТАВШИЙ. Глагол УСТАТЬ. УСТАЛ. Прошедшее время. Суффикс ВШ плюс окончание И. УСТАВШИЙ. Тот, кто устал. УСНУВШИЙ. ПАСАЖИР. УСНУТЬ. Прошедшее время УСНУЛ. СУФИКС ВШ и окончание И. УСНУВШИЙ. Тот, кто уснул. ПАСАЖИР, который уснул. СБЕЖАВШИЯ НЕВЕСТА. СБЕЖАТЬ. Прошедшее время СБЕЖАЛ. СУФИКС И ОКОНЧАНИЕ. СБЕЖАВШИЯ. СБЕЖАВШИЯ, которая СБЕЖАЛА. НЕВЕСТА, которая СБЕЖАЛА. ОСТАВШИЕСЯ. Глагол ОСТАТСЯ. Прошедшее время ОСТАЛСЯ. Это возвратный глагол с частицей СЯ. ОСТАТСЯ плюс суффикс ВШ, окончание И, и частица СЯ. ОСТАВШИЙСЯ. Тот, кто остался. ИСЧЕЗНУВШИЯ. Глагол ИСЧЕЗНУТЬ. ИСЧЕЗ. ИСЧЕЗНУЛ плюс суффикс и окончание. ИСЧЕЗНУВШИЯ. КОТОРАЯ ИСЧЕЗЛА. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИСЧЕЗЛА. УШЕДШИЙ МИР. УЙТИ. УШЕЛ. УШЕД плюс суффикс Ш и окончание И. УШЕДШИЙ. ТОТ, КТО УШЕЛ. МИР, КОТОРЫЙ УШЕЛ. СУМАШЕДШИЕ ГОНКИ. Выражение СОЙТИ СУМА. Глагол СОЙТИ. СОШЕЛ. СОШЕД. ПЛЮС СУФИКС Ш и окончание ИЕ. СУМА СОШЕДШИЕ. СУМАШЕДШИЕ. СУМАШЕДШИЕ. КАКОЙ ПАДЕЖ? ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ. ДРУГ ОТДЫХАВШИЙ. СУМАШЕДШИЕ. другу, отдыхавшему. Я рада видеть друга, отдыхавшего в Испании. Отдыхавшего. Какой падеж? Винительный. Друга, отдыхавшего. Я часто говорила с другом, отдыхавшим в Испании. Отдыхавшим. Какой падеж? Творительный. С другом, отдыхавшим. Я думала о друге, отдыхавшим в Испании. Отдыхавшим. Какой падеж? Предложный. А друге, отдыхавшим. Фразы, которые очень часто используются. Бывший. От глагола быть. Бывший студент. Бывшие коллеги. Бывший президент. Бывшая жена. Бывший муж. Иногда просто говорят «мой бывший». Без существительного «мой бывший» – это значит «мой бывший муж». Или «мая бывшая» – значит «мая бывшая жена». Бывший в употреблении. В этом магазине продаются бывшие в употреблении вещи. Опоздавший. От глагола «опоздать». Тот, кто опоздал. Опоздавший гость. Гость, который пришёл поздно. Опоздавшие студенты. Студенты, которые опоздали на лекцию или на занятия. Опоздавший пассажир. Пассажир, который опоздал на поезд, самолёт или на автобус, на транспорт. Опоздавший на лекцию студенты. Пропустили важную информацию. Прошедший. От глагола «пройти». Прошедшее время. Это грамматический термин. Мы говорим «прошедшее время», «настоящее время», «будущее время». Время, которое «прошло». Прошедший год. Год, который прошёл. За прошедший год. Это выражение используется в формальной речи. «Сумасшедший». Прошедший год был довольно трудным. За прошедший год ситуация не изменилась. «Сумасшедший». Сумасшедший. От выражения «сойти с ума». «Сумасшедший» или «сумасшедшая». «Сумасшедшие». «Сумасшедший дом». «Сумасшедший день». «Сумасшедшие деньги». «Ты что, сумасшедший?» «Сегодня просто сумасшедший день». Это интернет-мем. Если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, значит, так оно и есть. А теперь давайте вместе. Образуйте фразы с причастиями. Первая фраза – существительное плюс причастие. Вторая – причастие плюс существительное. Я говорю «ресторан, который недавно открылся». Вы говорите «ресторан, открывшийся недавно». И вторая фраза – «недавно открывшийся ресторан». Готовы? Поехали! Студентка, которая хорошо говорила по-русски. Студентка, хорошо говорившая по-русски. Хорошо говорившая по-русски студентка. Профессор, который интересно читал лекцию. Профессор, интересно читавший лекцию. Интересно читавший лекцию профессор. океана! Люди, которые шли на работу. Люди, шедшие на работу. Шедшие на работу люди. Человек, который родился и вырос в городе. Человек, родившийся и выросший в городе. На сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!